Сегодня в программе мы продолжаем рассказ о Южной Корее. Путешествуем по Сеулу. Все до безумия просто. Сеул, в 12 часов ночи. Мы шли по улице. Зашли в первый попавшийся светящийся магазин. Попали в чайный магазин. У вас здесь столько много разных вещей. Это действительно сувениры или вы действительно это используете для чайной церемонии? Все предметы в магазине используются для разных чайных церемоний. У нас в России просто. Взял заварку, взял чайник, насыпал заварку, налил кипятка. Получился чай. Почему у вас так сложно? Сейчас в мире такая тенденция, что чай приравнивают к средствам для здоровья. Можно пить чай только для вкуса, но у нас эта традиция не только получение вкуса. Это моральное удовольствие и культура. Сколько видов чая используется в Корее? Самые популярные около 20 сортов. Чайная культура в Корее не так давно. Многое пришло из Китая. Я несколько лет занимаюсь изучением чая, чайных церемоний. В моих книгах много рассказано об этом. Кто читает вашу книгу? Название книги «Как красиво пить чай». Она для всех, кто любит культуру чаепития. Какой бы вы сейчас заварили для себя чай, напоите, пожалуйста, меня таким же. Сейчас уже время подготовки ко сну, поэтому можно заварить чай, который не обременит, не вызовет возбуждение. Я согласен. Вечерний чай, который должен повысить настроение перед сном, придать лёгкость телу. Это ёмкость для воды, заварник и подставка для крышечки. Маленькие чашки для того, чтобы почувствовать вкус, аромат чая. А что за камешки в чайничке? Это серебро. Для приготовления чая используют родниковую воду, обогащённую серебром. Основным фактором в чае является вода. Для чайной церемонии используют различные приспособления. Это, наверное, совочек. Это насыпать, да? Чай. Чай насыпать. Понятно. Вот это что? Это... Так, и дальше? Вот так? Щипчики, чтобы передавать соседу чашку с горячим чаем, не обжигаясь и не трогая её руками. А вот это? Ну, это вот, выгребать. А, выгребать, да? Так, с этим разобрались. А то понаделают штучки, разберёшься. Вот это что? А этой лопаточкой заварка удаляется из чайника после чаепития. Васливаем. Я уже теряюсь в догадках, где мы будем заваривать чай. Неужели вот в этих маленьких стакашках? Сначала вся посуда моется кипятком. Ага, а где краник? А где вот эта штучка отодвигается? Вот здесь. Всё просто, достижение цивилизации. Видите, кипяток наливается не в чайник, а вот в такую вот бодейку. Почему нельзя было сразу налить в чайник? Есть два способа наливать чай. Сразу в кружки или налить предварительно в чашку и потом разлить по кружкам. Если наливать из чайника сразу, то температура чая, налитого в первую и последнюю кружку, будет разной. А если наливать из чашки, то примерно одинаковая. Теоретически можно высчитать, какой температурой чай мы будем пить. Если в чашку наливается 100 градусов кипятка, при переливании в этот чайник теряется 5 градусов 95, при переливании в эти чашечки еще 5 градусов. Итого 90 градусов. Вполне приемлемо, чтобы не обжечь и получить удовольствие. Все-таки какая-то правильность есть. То есть все рядом, под рукой. Хоть много и предметов, но все они как-то так функциональны. Берется, вытирается полотенчиком, ставится специальное приспособление. Все для того, чтобы прожигать жизнь. Хорошо спать, да? Вот так. В 12 часов ночи мы совершенно случайно попали на чайную церемонию к большим мастерам своего дела. В Корее большое внимание уделяется образованию. Лет с 4 ребенок начинает учебу, занимается с репетиторами, обязательно учит иностранный язык. Недавно в пригороде Сеула открылось образовательное учреждение «Английская деревня». Деревней в нашем понимании назвать эту школу трудно. Ее площадь более 300 тысяч квадратных метров. А одновременно могут заниматься 5-6 тысяч человек. Корпуса школы повторяют известные здания Европы. Здесь присутствует архитектура почти всех европейских стран, но больше Англии. По территории деревни детишек развозят собственные трамвайчики. Высокий технический уровень учебных классов помогает студентам в изучении английского языка. Здесь учатся дети и взрослые, не только из Кореи, но и из многих других стран. Общение только на английском языке. Преподаватели приглашены из англоязычных стран. Классы разные по направлениям, по специализации, по уровню, по возрасту. Есть семейное обучение. В английской школе специально разработана программа английского языка по ступеням. Есть программы для иностранных студентов. Даже если вы не говорите на корейском или английском языках, вы можете приехать сюда для обучения. У школы есть три лагеря одинаковой направленности, расположенных в разных местах Кореи. Есть программы на каникулы двух-четырехнедельные, а есть на выходные дни. В этом лагере самая большая программа на 5-6 дней. Принимаются студенты от 4 до 43 лет. Для взрослых существуют обучающие программы английского для бизнеса, для спорта, различных профессий. Школьникам предлагаются уроки, на которых обучение идет посредством музыки, танцев, кино. Есть уроки аспантомимами со сценками, где непосредственно в движении идет обучение. Можно записаться в класс приготовления корейской и английской еды. Здесь тоже будет все на английском языке. В школе практикуются семейные занятия. Можно приехать всей семьей, взять разные курсы обучения английскому языку, учиться в разных классах, а жить вместе. И вместе ходить в различные кафе на территории английской деревни. В кафе, кстати, тоже говорят только по-английски. После уроков можно погонять мяч на великолепном футбольном поле или поплавать в бассейне, или позаниматься в спортзале. Вот такая английская деревня. Южная Корея славится детскими развлекательными комплексами. Лотте-Уолт – это соответствующим мировым стандартам крытый тематический парк, который вместе с отелем и универмагом входит в комплекс Лотте. Также следует отметить, что это самый популярный парк среди иностранных туристов. Лотте-Уолт – это очень популярный парк среди иностранных туристов. Лотте-Уолт состоит из скрытого павильона «Эдвенчер» и острова «Мэджик Айленд» посреди озера. На этом острове в основном расположены аттракционы для активного отдыха и прекрасные замки. Круглый год захватывающие дух катания на аттракционах и прочие развлечения. Днем на каток Лотте-Уолт сквозь стеклянную крышу здания проникает солнечный свет, создавая иллюзию катания под открытым небом. Вечером зажигаются многочисленные огни, создавая на катке атмосферу праздника. Вокруг катка расположились всевозможные семейные рестораны. Советуем повеселиться до 19.30 на внешней территории парка, а после этого времени перейти в его внутреннюю часть, так как начинается получасовой костюмированный парад, зрелище которое нужно обязательно увидеть. КОНЕЦ Еще один комплекс Эверленд – это несколько развлекательных парков вместе. Парк Праздничный мир предлагает захватывающие дух аттракционы, праздничные шоу и концерты. Сафари Эверленда – это единственный в мире зоопарк, где тигры живут вместе со львами. Животные здесь живут и питаются в естественных условиях. Зоопарк Сафари состоит из трех зон. В Уайлд Сафари живут тигры со львами, а в Саванна Сафари – слоны, жирафы и другие травоядные. А в Биар Сафари живут медведи. Львы и тигры днем обычно спят, поэтому сюда лучше прийти к вечеру. В Сафари можно увидеть лайгеров, которые родились от скрещения львов и тигров. Большой популярностью среди туристов пользуются медведи, обученные различным трюкам. Эверленд окружен красивым лоном природы, в котором ежедневно работает зоопарк и проводятся различные фестивали в течение всего года. Мы находимся на заводе керамики, которых достаточно много в Корее. В России больше известны изделия из голубой глины. Здесь же представлены работы для повседневного быта. Вазы, посуду, чайные сервизы и другие керамические изделия, изготавливаемые на этом небольшом заводике, можно встретить в любой корейской семье. Эти изделия не являются шедеврами керамического искусства. Ими пользуются каждый день за завтраком, обедом и ужином. Но на этом заводе есть небольшая мастерская, которая нас заинтересовала. Здесь рождаются авторские работы известных во всей Корее мастеров. Это какая-то традиционная корейская форма. Какой-то рисунок сюда будет наноситься? Последняя обработка перед печкой. Я придаю последние штрихи изделию. Здесь делаются небольшие партии изделий, ручная работа. Работаю на этом заводе около 50 лет. Окончила один из известных американских университетов. На этом заводе работает мой брат. Он скульптор, у него много авторских работ. Но нас заинтересовали не столько авторские работы скульптора, сколько его необычное хобби. На обычном керамическом заводе, коих тысячи в Корее, мы обнаружили вот эту потрясающую вещь. Только послушайте. Какие пластинки у вас еще есть, помимо вот этого? У меня есть произведения немецких классиков, африканские мелодии, разные. И вы все их слушаете? Раньше мы встречались с друзьями и слушали эту музыку. Что вот это у вас находится? Очень много вот таких вот деревянных изделий. Что это? Коллекция дверей. Вы можете рассказать историю какой-нибудь двери? Откуда она взялась? В каком доме стояла раньше? Вот эта дверь самая интересная, самая древняя. Она из буддийского монастыря. В ней нет ни одного гвоздя. Вот этот сундук из старого дерева, с чаджудой, с цельной сосны. А замок сделан в наше время. Вот этому шкафу более ста лет. В обычных домах вот такие вот стояли? Нет, только у богатых, состоятельных людей. Интересных людей, интересные вещи встретили мы в Сеуле. А сколько еще необычного, захватывающего вы сможете сами увидеть. Приятного вам путешествия! До встречи в следующей программе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова